Возможность нормализации отношений Турции и Армении вновь в центре внимания экспертного сообщества. На эту тему высказались и президент Турции Риджеп Таип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян. СМИ многих стран наперебой цитируют обоих лидеров. После последней Карабахской войны созданы новые возможности для прогресса в этом направлении. Заявил Риджеп Таип Эрдоган еще 25 августа на встрече с аккредитованными в Анкаре послами иностранных государств. Мы уже заявили, что если Армения положительно отреагирует на эти возможности, мы предпримем необходимые шаги. Очень скоро по теме высказался и Пашинян, есть некоторые публичные позитивные сигналы со стороны Турции. Мы оценим эти сигналы и ответим на эти сигналы позитивными сигналами. И вот уже в минувшие выходные президент Турции вновь высказался по теме. Даже если имеются разногласия, развивать соседские отношения нужно на основе уважения к территориальной целостности и суверенитету. Поэтому мы можем постепенно нормализовать отношения с Арменией, новое правительство которой заявило о готовности двигаться в этом направлении. После чего напомнил, при таком же понимании Азербайджан предлагает начать переговоры с Арменией для достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Благодаря такому подходу появятся новые возможности для развития Южного Кавказа и посоветовал Армении не упустить исторический шанс. И что же, в ближайшее время следует ожидать серьезных подвижек между Ереваном и Анкарей. И на сей раз, в отличие от футбольной дипломатии 2010 года, все будет доведено до логического завершения. В самом деле, как указывалось уже бесчетное количество раз, Турция объявила о закрытии границ с Арменией в 1993 году в ответ на оккупацию азербайджанских земель и в Анкаре подчеркивали, что не откроют границ, пока армянские захватчики не уберутся с азербайджанских земель. Теперь Азербайджан добился прекращения оккупации военным путем. Но между Арменией и Турцией и без Карабаха хватает проблем. Причем это не только трактовка событий 1915 года, в первую очередь речь идет о притязаниях Армении на турецкую территорию, на те самые шесть вилоетов, очерченных Севским договором. Обеспокоенность по этому поводу Анкара выражала еще в 1991 году по горячим следам распада СССР. Да, в последние десятилетия эти проблемы были как бы в тени требования Анкары положить конец оккупации азербайджанских земель. Но теперь, когда резолюции СБ ООН выполнены, а азербайджанские земли освобождены, именно они выходят на первый план. Не случайно, что президент Турции Реджеп Таип Эрдоган не просто высказывает благие пожелания в стиле «хорошо бы наладить отношения между Турцией и Арменией». Он, как и подобает государственному деятелю, очертил платформу и провел красные линии. Мириться необходимо на основе уважения границ, суверенитета и территориальной целостности. То есть Ереван для нормализации отношений с Турцией должен будет признать ее нынешние границы и как минимум отказаться от претензий на гору Агры-Даг и 6 восточно-анаталийских вилаетов. Готовы ли к этому в Армении? Велик, конечно, соблазн признать нынешние рассуждения Пашиняна о позитивных сигналах за нечто обнадеживающее. Однако вспомним, Никол Ваваевич за годы своего пребывания у власти не раз выстреливал заявление, где вроде бы звучали слова «уступки» и «компромисс», но за которыми никоим образом не стояло реальной готовности пройти свой путь к миру и нормализации. Самый яркий пример здесь – появившаяся 6 октября 2020 года в разгар войны, его интервью АФП, где шашлычный ворчепет изрек, конфликты нужно урегулировать на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы пойти на уступки, если на соразмерные уступки готов и Баку. Однако к этому моменту президент Азербайджана Эльхам Алиев уже назвал условия прекращения огня, где на первом месте был четкий график вывода войск Армении с захваченных азербайджанских земель. Но вот о готовности вывести войска Пашинян даже не заикнулся. Более того, еще раньше он упустил шанс на взаимные уступки, выбрав курс на новую войну за новые территории. И уж точно нелепо было устраивать торг в то время, когда Азербайджан освободил Джабраил Исуго Вушан, так что сомнений насчет расклада сил уже не оставалось. И нынешние его заявления о позитивных сигналах из Анкары и готовности Армении к ответным позитивным сигналам, по совести говоря, слишком уж напоминают тот пассаж из интервью с жонглированием нужными словами и без четкой позиции. Тем более, что, как напоминал еще по горячим следам войны в своем нашумевшем интервью BBC Жерайр Леборидян, президент и премьер-министр Армении этим летом сделали заявление в связи с годовщиной Северского мирного договора, которое можно считать предъявлением территориальных претензий Турции. И самое главное, нет уверенности, что в Ереване осознают реальный расклад сил и понимают, что мириться придется не на условиях армянской мечты. А это значит, что Ереван вновь может упустить исторический шанс. И на сей раз последствия для Армении будут куда тяжелее.